Всем привет, с вами Джонни! Я не знаю, почему я так разговариваю, на самом деле мы сейчас играем в Rogue Legacy, точнее я играю, а вы наблюдаете, и мне эта игра показалась достаточно крутой, что я думаю поиграть в неё ещё пару выпусков вперёд. Надеюсь, вам тоже понравится. Суть этой игры заключается в том, что это типа такой старинный сайдскроллер, ну точнее игра современная, но сделана под старинные сайдскроллера, что, собственно, не может не радовать. Мы играем за одного из рыцарей, которого нам подарит судьба, и каждый рыцарь уникален. Абсолютно каждый, абсолютно просто, какого бы мы ни взяли, будь то женщина, мужчина, у каждого свои особенности, свои болезни, страхи, фобии, какие-то свои ништяки наоборот могут быть, но это всё впереди, а пока тутор проходим потихоньку. Сейчас я играю за какого-то рандомного рыцаря, но, в общем, там впереди покажут, за кого я сейчас играю, что вообще со мной случится, от чего я умру, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Игра в стиле RPG, по-моему, если не ошибаюсь, тут есть прокачка и всё остальное, но это сейчас всё впереди-впереди, чё я забегаю, давайте не буду забегать, просто сделаем своё дело. D для атаки. Кстати, не D, я смог подключить джойстик, хотя здесь, по-моему, только Xbox-овский подключается, но у меня дешёвый китайский, мы прошли обучение, и... И вот мы стали другим рыцарем, ну, отбросим все сомнения и пойдём дальше в данжо. Так, что нас ждёт впереди? Мне дико нравится музыка здесь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я, как обычно, не могу быть аккуратным. Обилие врагов просто абсолютно разные, начиная от каких-то непонятных глаз, которые шотят сквозь стены, заканчивая зомби из-под земли. И это только, ну, как бы первая пачка врагов. Тут различные локации, помимо замка можно выйти и в лес, и ещё куда-то. И с каждым переходом в другие локации враги становятся сильнее и круче. И вот эти глаза становятся, например, какими-нибудь огненными или дными, и начинают взрываться рядом с тобой. Собственно, создатели игры постарались на славу. О-о-о-о, что это? А, ещё постоянно надо контролить картины. Это читерское дерьмо убивает постоянно. Воу-воу-воу-воу-воу Ну, первый рыцарь недолго прожил Сэд Ли был зарезан планки Печально? И, собственно, вот здесь мы можем посмотреть прошлых героев Это самый первый тип Джоханнес Почти мой тезка Вот, следующий И теперь мы можем выбрать еще одного И на выбор нам предоставляются три персонажа Это Леди Чан Ли Которая по классу Кнайф Рисковый герой Пониженный статус критических ударов А также у нее как бы савант Это как бы трейд Вообще плохая черта, но бывает и хорошая Она очень талантливая В разных аспектах Неизвестно Так, дальше Сэр Марвин Он варвар Очень флексибл Я не помню, как это слово переводится Тем более сейчас 3 часа утра Я в 3 часа утра записываю видео Потому что мне не с чем заняться И последняя Леди Шанова Рыцарь У нее Декстракардия Ваши МП и ХП Поменялись местами Кто знает, кто знает Ну, я думаю Логично будет взять первую Потому что У нее вроде как поменьше Всяких плохих вещей И вот в этот момент Начинается вся сама прокачка Первым делом мы покупаем Ну, естественно, у нас нет выбора Мы покупаем Кузнеца И направляемся вперед Потому что больше нам Иначе денег не хватает Также, ребята Если вдруг начнете играть В эту игрушку Под названием Rock Legacy Не забывайте сливать Абсолютно все бабло Перед тем, как пойдете Снова в пещеры Потому что Смерть перед тем, как впустить Вас забирает Все оставшиеся деньги Ну, если у вас, конечно До хрена бабла По-моему, она берет Только какой-то процент Но все равно неприятно Кровно заработанные Ловыжки отдавать Вторая попытка Сейчас попытаемся Чуть побольше набрать Прокачать еще чуть-чуть И на этом первую серию закончу А пока Движемся вперед Так Ох Да Нормально Еще более-менее Фух Пойдем налево сходим Да Я не Виноват, что я слишком Высоко прыгаю Осталось 12 хп Вообще на одну тычку Сейчас кто-нибудь Ее сделает Вот, например, эти пики Хотел подольше сыграть Придется третьего персонажа Сейчас рулить А то уж слишком Короткое видео получается Так Следующая пачка персонажей Сэр Глаубер Он тоже Very flexible И вот здесь, кстати У него есть Отрицательная черта Он не различает цвета Если возьмем этого персонажа То вся игра будет В таком, типа Коричневом Каком-то фильтре Что тоже, собственно Прикольно Так Вот это Леди Блэр Она не различает 3D И когда вы Поворачиваетесь Из стороны в сторону Вы становитесь Плоским Это забавно И еще Она Ностальгический персонаж Она вспоминает Старые дни Это забавно Кстати Как вы видите У каждого Есть своя обилка Например У этого топоры У этой Чакрам Как у зены Какой-то А у этой ножи И у нее нет никаких Отрицательных черт Поэтому, пожалуй Возьмем ее 100 монет Ну Ману пока Не особо Есть смысл Тем более Мага я еще не открыл А вот ХП повышенное Это замечательно 165 хп у нас Мы направляемся Снова в ранж Надеюсь В этот раз Получится Успешнее Чем предыдущие Иииииии Пробежим сейчас По-быстрому Докуда Да может даже Офу Ну По-другому Там я не знаю Как можно было сделать Я еще не очень Научился В этой игре Прям быть Про Ну Вроде Вот сейчас Неплохо Пармимся Надо хотя бы Монет 500 набить Вот за это Сейчас забег Так И идем Обратно Ну Пока Все Достаточно Неплохо Могло Быть Худо Оу А Фу Тут Нет Пик Ай Готово Вообще Неплохо Вот сейчас Вообще Прям И сундук Нашли И денег Подняли Еще немного Денег Иииии Уф Контрольная Закупка Блин Да Еще Сотни ХП Позади Точнее Впереди Да Вам Может Показаться На первый Взгляд Что Игрушка Очень Простая На самом Деле Это Совершенно Не Так Она Дико Сложная И Трудно Управляемая А Особенно Мне Повезло Что Я Все Так С Джойстика Сижу Иначе С Клавиатурой Я бы Не Справился Особенно Со Своей Которая Отрубается Каждые Секунд 20 Джойстики Голова Геймпады Геймпады Еще На одну Тычку Есть Вот Была Последняя Тычка 300 Монет Сейчас Закупаюсь И заканчиваю Первую часть Если вам Понравилось Рок О Смотрите Как Замечательный Выбор Леди Присыла Рисковый Герой Дислексия Не Умеет Читать Вещи И Собственно Там Написано Как Юх Вайт Рай 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 Зинкс Забавно Эд АДХД So Энерджик Ему Фастер Хорошая Фишка Мы двигаемся Быстрее К сожалению Там На пути Встречаются Книги С каким То Сюжетом Будет Трудно Их Читать За Этого Персонажа Но АДХД Это Супер Крутой Наркотик Можно Выбрать Этого Персонажа Леди Тереза Страдает Гигантизмом И Эндоморфизмом Она Такая Тяжелая Что Ее Не Тоже Гигантизм Но По-моему Он В два Раза Меньше Этой Байбище Сэр Сэлор Сэр Сэлор Вот так Нирсайд Все Что Находится Вдали Размывается То есть У него Плохое Зрение О Здесь Сложный Выбор На самом деле За огромного Персонажа Там Трудно Будет Постоянно Будут Попадать А Вот Этот Быстрый Вот Эта Девушка Быстрая И Я Возьму Ее Теперь Я Прокачаю Рыцаря Теперь У него Появился Щит И Это По-моему Дико Крут Так И Ну Я Не Знаю Бронь Можно Вкачать Она Откроет Новые Возможности И Архитектор У него Тоже У него По-моему Есть Такая Фишка За 70 Процентов Бабла Которые У тебя Есть Ты Можешь Создать Тот же Самый Данж В Котором Ты Находился То есть Расположение Комнат Будет Точно Такое Же Никакого Рандома И В принципе В принципе Это Достаточно Полезно И Впереди Нам Пригодится Остановлюсь На этом Моменте Дорогие Друзья Если Вам Подравилась Эта Игрушка Так же Как И Мне Вы Хотите Продолжение Моего Играния В нее И Может Мы Дойдем В следующей Части До Какого Нибудь Босса Оставляйте Лайк Пишите В комментариях Продолжай Джон Вот И Ставьте Лайки К Подобным Комментариям С Вами Был Джонни Специально Для Канала Оузе Джон На Ютюбе И Пока Пока